Всем привет! С вами ваш переводчик Аслхан. И сегодня у нас Франциско Замора и его реакция на реакцию Бачелли на Димаша. Всем приятного просмотра! Димаш! 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 Я стал его фанатом. Я стал Диар. В общем, я фанат Димаша. И я искал. Я знаю, что он поет на разных языках. Я в надежде искал, где он поет что-нибудь на испанском языке. И я нашел короткое видео формального характера. Это событие произошло в 2019 году в Москве, где он повстречался с маэстро Андреа Бачелли. Итак, у меня теперь тут есть наушники. Я буду использовать их в первый раз. Чтобы послушать это, давайте начнем. Это встреча Димаша и маэстро Андреа Бачелли в Москве в 2019 году. Они уже встречались в Азии. Это так замечательно видеть, как Димаш с уважением встречает и приветствует его. Давно не видел, аж соскучился. Он красавчик уже. Он сказал, что он красавчик. Ну да. Что он легенда. И это правда. В 61, чтобы я точно так же звучал. И говорит, что если он в 61 будет звучать так же, он будет очень счастлив. Полностью его понимаю. Маэстро только что сказал. Постойте-ка. Андреа Бачелли только что сказал Димашу. Давай-ка послушаем твой голос. Если бы я был на месте Димаша, я бы там перепугался до смерти. Они идут. Это, похоже, гримерное. Пианино. Димаш говорит, может быть, без само мучо? А Маэстро отвечает, нет-нет-нет, я хочу послушать что-то более серьезное. Андреа Бачелли, это вам не хухры-мухры. Это вам не жай-май. Что-то более оперное. Я хочу послушать твой голос. Вот что говорит Маэстро. Хочу услышать твой голос. А Димаш говорит, я что-то волнуюсь. Ну как тут не будешь волноваться? Предлагает какую-то итальянскую теноровую песню. Прекрасно. Прекрасно. Ладно, 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 ладно. Он поет на испанском. И кажется, что он не до конца знает слова. Это не важно. Маэстро Бачелли играет на пианино. И ведь он хотел услышать его голос, посмотреть, на что он способен. И в тот самый момент, когда Димаш показывает свои способности, у Маэстро на лице появляется улыбка. Отличное произношение. У него потрясающий испанский. Все, что сейчас происходит, очень сложно сделать, потому что это полная импровизация. Димаш импровизирует хоровыми фразами, без слов. Там только мелодия. Без самое мучо. И взгляните на лицо Бачелли. Маэстро так мило улыбается, будто думает про себя. Вот это да! Димаш извиняется, что забыл слова этой песни. Они обсуждают, что еще можно спеть. И Маэстро доволен голосом Димаша. ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ Давайте-ка проясним. Димаш вместе с Маэстро напевают «Ладон на эмобиле». Это из оперы Верди под названием «Ригалета». Просто хочу сказать, что в первый раз я слушал эту песню в исполнении Маэстро «Луча на поворотти». И слушая, как Димаш поет это своим молодым и сильным голосом, это поразительно. И посмотрите, как Маэстро наслаждается этим, что даже начал подпевать вместе с ним. Чудненько. Когда вы видите, что музыкант прикрывает свое ухо рукой, этот прием нужен, чтобы слышать самого себя, чтобы удостовериться, что попадаешь в тон. И поскольку здесь нет усилителя, нет микрофонов и нет наушников, чтобы услышать себя, ему остается полагаться на то, что есть под рукой. А Маэстро вкушает это блаженство. ПО-РА-ЗИ-ТЕЛЬНО Что я могу сказать? Кто это тут у нас? Алишия Кис. Подожди, родная, я скоро буду. Ясно одно. Каждый раз, слушая Димаша, мое сердце бьется не так, как обычно. Надеюсь, вам понравилась эта короткая реакция. Это были отрывки с испанской и с итальянской песней, где Димашу аккомпанировал сам маэстро Андреа Бачелли. Продолжение следует, мои дорогие Диарс. Я дам вам знать. Пока. Всем спасибо за внимание. Спасибо за поддержку, которую вы оказываете нашему каналу. Всех люблю. Всех обнял. Пока.